приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топи games и все же остается тот же розыгрыша 500 рублей может быть именно твоими если этот ролик набирает 700 лайков ребят сразу розыгрыш принимать участие очень очень легко просто подписываешься на канал пишешь комментарий минимум с трех слов и ставишь лайк всего ребят ты принимаешь участие и 500 рублей можно сказать в твоем кармане мы сегодня выезжаем на рейд да если сказать повезло повезло то это мне у меня сегодня достаточно крутой рейд и он не вошел в те рейды которые у меня уже вышли или выйдут буквально через несколько часов ладно шоколадно мы сегодня выдвигаемся на вот такую вот симпатичную базу альфонсо но я ведь не просто так же говорить за рейды хотел я хотел бы с вами поговорить так что как всегда набор снабжения вообще неинтересно стало ребята у нас есть изменение пускай они достаточно небольшие но для тех ребят у которой телефоны ну или устройства на которых они играют лсд и норсервайл немножечко позволяет ой-ой-ой-ой там турели чко немножечко позволяет качество сделать получше давай-ка мы сегодня разберем то мы заходим в настройки каждый из вас знает как включить 60 кадров а те кто не знает пожалуйста вот оно чё просто условия положения вот этот вот бирюзовый такой треугольничек немного правее где более темные серые переходят в более светлые там нужно нажать и удержать целых 10 секунд не спешите отсчитывать 10 секунд лучше передержать чем не додержать странно сказал но ладно шоколадно мы просто отпускаем и вот смотрите заметьте что у меня остается включенным это очень важно когда вы нажимаете 60 кадров включить она остается на постоянно теперь не нужно заходить и каждый раз включать а просто-напросто наслаждаешься тем как твой персонаж двигается плавно и очень приятно и график остается намного приятнее короче 60 кадров это топовая тема я вам скажу что пользуйтесь пользуйтесь вот этой вот штукой и наслаждайтесь игрой еще больше потому что детализация просто зашкаливает я вам скажу что без 60 кадров ну немножечко не так приятно играть я попробую зарейдить эту базу полностью я помню что взрывать нужно где-то с этой стороны если честно по моему здесь даже нужно два раз взрывать база альфонса это можно так сказать достаточно приятная база потому что именно на этой базе вы можете найти много чего уникального и увлекательного огнестрел броня хил да что угодно я вам скажу что подобные базы только можно так сказать остаются в мечтах мечты мечты еще раз мечты если я не ошибаюсь то мы сразу бахаем вот сюда и без особых проблем просто начинаем лутать вот это бахать нужно потому что здесь везде есть деревянные двери здесь везде есть вот такое все интересное и то что может быть вам показалось такой мелочью которая которая что 60 кадров михалыч ты серьезно каждый раз когда ты заходил настройки выходил с этих настроек получалось что у тебя все сбрасывалось внутри с кадр и опять начала подлагивать и игра немножечко фризила но у меня по крайней мере так происходит на 60 кадров возвращать нужно было заходить опять 10 секунд удерживать опять это все делать сейчас же этого нет сейчас же намного удобнее у телефона просто тьма вот в этих ящиках и должен лежать топовый лут я просто дальше никуда не пойду потому что знаю что может быть не сразу но я топовый лут найду может быть не сразу но я за ним в принципе сюда я пришел мы золотаем те ящики которые здесь можно которые здесь есть калаш с глушителем это просто отстой я вам скажу что лучше конечно компенсатор но ведь взял уже начал напевать ну добиваем до конца забираем все что здесь есть и так первые огнестрельчики если хотите конечно же лук но я конечно советую немножечко задержаться и все-таки найти то что здесь есть дорога в эльдорадо вот она начинается ну всс это конечно бредятина но тем не менее у нас пускай набиты на всс вот в этом ящике по-моему самое топовое что здесь можно найти да это круто это очень круто ну что бегун всех раскидали и кстати что вот она чё михайлович вот он лут ребят который ради которого мы сюда шли я думаю что каждый из вас мечтает на рейде встретить подобный лут и конечно же его забрать что здесь мы делаем естественно сливаемся естественно заполняем чоппер естественно максимально пытаемся вынести с этого рейда ну самую крутую выгоду больше в принципе ничего и не надо есть ты пришел на рейд нашел кучу глоков мне кстати глоков очень мало осталось достаточно много падают сейчас м16 калаши другое всякое вот блоки как там меньше я даже немного перестала этими глоками пользоваться ну как бы и другого хватает кстати чоппере можно бензу слить это тоже пора бы слиться у нас там колья есть да короче это база просто идеально для любого выжившего эта база просто наслаждение любого рейдера я думаю что просто-напросто потереться об колье и без особых проблем очутиться на базе сейчас мы быстренько нажимаем воскреснуть и сразу же очутяемся на базе на базе вы скидываем это все ближайшие ящики и естественно продолжаем наш рейд со всей силы хотя с другой стороны можно будет и ну что по-другому никак можно будет блин как приятно что кусты теперь находятся в красных локациях видосик вышел утром поэтому зацените посмотрите да теперь изменения в игре вот такие а теперь изменения в игре но приятные забираем блоки выложим где-то в ближайший ящик и отправляемся на рейд повторной я думаю что этот рейд но как минимум заполнится на долгое время потому что подобные рейды это просто возвращаемся на рейд в принципе все что нужно я сделал скинул все на базе и у нас остается только одно забрать еще больше тура блин как и испугался ребят очень-очень печально было представьте себе чтобы вот так вот печально слиться по турели голым это было бы самое большое фиаско я думаю что все слился до свидания лук пускай какие-то там уголки тебя есть но представьте себе что вот этот вот сет и все осталось здесь фух немножечко вздохнул с облегчением давненько у меня хороших рейдов не было но я думаю что это только начало мы ребят продолжаем рейд ну давайте сразу же вернемся к чопперу чтобы у нас очки бомбона было я выложу все в чоппер то есть все должно быть очень слаженно одно максимально следовать за другим у меня сейчас да только одно на уме нужно забрать максимально все че что лучше ребят дробовик или в сс вот те ребята которые ну собрались и в сс-ку топа конечно же и дробовик топовый то есть самым лучшим модулями я думаю что задумается я тоже задумался бы несколько раз да в сс-ка топовая там сразу глушитель все такое но ведь дробовик тоже вещь отличная симпатичная картечь ну я думаю что все таки я бы выбрал дробовик с одной стороны скорость стрельбы до в сс разы больше но с другой стороны дробовик картечь на если бы сделали крутой актив к новой состав это было бы самым топовым оружием и вообще как говорится все я никаких аналогов бы не было но с другой стороны вот так вот она происходит ну что забираем просто подчистую все даже надбитое заберем да принципе уже по ним отсюда с этого рейда я думаю что этот рейд просто удался на все сто процентов надеюсь что вам понравилось вот такое вот видео вам было полезно та информация которую вам подкинул поэтому давай-ка все-таки лайкосики не забудем давай-ка все-таки там что еще кроме лайков то делается комментарии напиши ну и может быть даже с трех слов ну а может повезет 500 рублей будут именно твоими ребят всем удачи всем пока обязательно мы увидимся в следующих видео надеюсь на вашу поддержку всем удачи потому что удачи в нашей жизни очень много значит